И приветствую всех уважаемые зрители! Сегодня у нас с вами будет MSFS, Microsoft Flight Simulator. Полетаем мы сегодня над железной дорогой Москва-Тула. Всем, ребята, приятного просмотра! Рад всех видеть на трансляции! Вот, сейчас секундочку тут дозапускаем. Так, картинка пошла. Сегодня полетим на аэробусе А-125 в вертолете. Вот. Подписываемся, ставим лайки. Не забываем про поддержку канала, ребята. Ссылочка на моды, опять же, под видео в описании к трансляции. Буду признателен и благодарен всегда за поддержку канала. Вот. И моды можете на аэробусы, на Тулу. Мы сегодня полетим в Тулу. Мод Тулы, карта Тулы. Видео тоже под видео есть в описании к трансляции. Вот так. Франк, привет! У Дмитрия все хорошо. Дмитрий сидит в Дискорде. Вот. Михаил, привет! Турбореактивный двигатель у Аэробуса А-125. Турбореактивный двигатель у Аэробуса А-125. Виктор, 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 В Привет, Курское направление, рад видеть на трансляции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вертик пишет, что у него есть некоторые неисправности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 тулы как-то так кто не видел вертолет вот такой у нас аппарат с вами ну что готовы к вил путешествием нет стрелу в привет а я только взглядать собираюсь дорвал меня курс не проложил да можно потом пролететь и дарла общем-то герман привет а ахмед приветствую сейчас летим осмотримся сориентируемся самсун гелакси привет а дела отлично пока что болтаем с воздухе на червенкой над аэродромом червенске щербинское кольцо сейчас долетим до москвы ребята потом с москвы уже возьмем курс с курского вокзала до тулы или сразу полетим до тулы вам как коров привела как жизнь молодая так ребята насчет войны и военных дел и политики в чате закрепленное сообщение внимательно его прочитайте вот чтобы не было никаких эксцессов форум gd7 герман временно отключен до того к пока нормальные грубо говоря подождем до мира да ребята сайт содержит техническую информацию администрации не хочет себя подставлять поэтому как бы избежание конфликтов и вообще мы с решили для сохранения нашего сообщества все-таки железнодорожного сейчас у многих людей нервы на пределе действительно потому что ситуация тяжелая неприятная поэтому мы решили ради сохранения нашего сообщества избегать острых тем это первое второй момент это опять же отключение сайта чтобы не было генерации конфликтов ну ща курская направим долетим до курского и будем склончить пока пилим в сторону москвы временно закрытая сайта же симулятор форум же до симулятор временно закрытая у нас с вами дискорд и и и же с ними то есть временно закрыта все это дело в текст и пролетаем над красным смесителем между прочим сайт обязательно заработает сообщество будет восстановлена просто когда все это дело успокоится и закончится сами понимаете вот ребятам сейчас разработчикам не до разработок к сожалению вот но у них все в порядке по последней информации вот у всех более менее поэтому будем надеяться что у всех все будет хорошо как говорят ребята всем мирного неба над головой ребята сценарий если вы хотите посмотреть сценарий по информации сейчас вы можете зайти в первую паблику в вк там ребята сделали бэкап того что было вот и не знаю все там есть не все там 37 гигабайт по моему различной информации с форума перекрасок сценариев и так далее можете посмотреть это все там как бы посмотреть это все там сейчас все пытаются сохранить наше сообщество поэтому давайте воздержимся от острых тем это к сожалению ситуация тяжелая неприятная вот я как уже неоднократно говорил железная дорога создана для того чтобы объединять людей а к сожалению политика для того чтобы их разъединять насколько я вижу последнее время по тенденциям поэтому ampvo ну явно не вы угад вы это смотрю с Сейчас мы, кстати, опять же летим вдоль Курского направления Только сейчас летим в сторону Курского вокзала, ребята Рад всех приветствовать на канале Рад всех видеть Пока что по последней информации у всех было все хорошо Поэтому не волнуйтесь Надеюсь, все будет в порядке Да, Ахмед, правильно О, какое Люблино у нас большое На Щелково, ну могу как-нибудь полетать и на Щелково Аэродром Щелково есть Но самого Щелково нет, это там стандартная карта Вот будет Женька Воронин, ну, выходил на связь У него сейчас хреново со связью У них нет света, поэтому Как бы ограничены возможности для выхода на связь Понимаешь, телефоны разряжаются И как бы Ну, вроде бы пока все у них Прямо все, пока они целы Женька Воронин, надеюсь, пока целы все Мы тоже за него переживаем У него дочка Люблю я что-то вертолеты Вот, блин, не знаю Я с другой стороны в вертолете У обзора, обзор удобный О, текстильщики Бывший АЗЛК Вот, кстати, вот это вот Сейчас это Реноцентр Наверное, уже закрыли С санкциями А может и нет С санкциями Ребят, вы не волнуйтесь Я ребятам обязательно передам Что вы с ними Что вы переживаете Я думаю, что все Надеюсь, что все будет в порядке Вот, как-то так Сейчас Димка Днепровский сидит в Дискорде Старается поддерживать связь Со всеми, с кем только может До кого может достучаться Вот Вот Димка Днепровский сидит в Дискорде Димка Днепровский сидит в Дискорде Да, Ахмед, конечно, за детей переживаешь Дети больше всего страдают В таких ситуациях Да, Курске направлено правильно Мир в мир В войну с задницей Вот, Курский вокзал Вот, пролетаем Но он, к сожалению, не смоделен Потому что сейчас у меня Москва стоит в стандартной конфигурации Вот Сейчас долетим до Каланчевки Развернемся и пойдем уже В осмотр в режиме, так сказать, над железной дорогой А, Корфа, я люблю вертолеты почему-то, вот, не знаю Вот, Казанский вокзал Ярославский, Ленинградский Вот у нас Каланчевская Так Субтитры создавал DimaTorzok Разворачиваемся на месте зависания Вот эти мне вертолеты нравятся Москва-Курская техническая бывшая Она тут, конечно, выполнена так себе Вот Ну, в общем-то, угадать силуэты некоторых путей можно Вот Ну, а нам с вами надо давать О, кстати, Рижский вокзал Тут вот Там же музей на Рижской Вот Ребят, на Пере мы как-нибудь в следующий раз слетаем Да, площадь трёх вокзалов Комсомолка Пикирующий вертолёт Вот Ну, и, в общем-то, потопали В сторону Тулы Наконец-таки Вот у нас площадь трёх вокзалов Вот, собственно, Курский вокзал Илья, приветствую Летим в сторону Москвы Товарной Тут немножко железная дорога заросшая Вот Но это МСВС таким болеет Тут, к сожалению, железной дороги В отличие от автомобильных некоторых дорог Им уделяется мало внимания Вот Мосты Вот она Москва товарная Пошла Горьковская Сейчас мы её пересечём Она под мостом пересекается с Курским направлением Вот А мы движемся в сторону станции Люблинов Вот Диспетчер мне говорит Сумасшедший Аэрбас Перестаньте летать по городу На Низкой высоте Вы угрожаете Безопасности воздушного движения И так далее Вот Но нам на это Наплевать Вот Правильно, да? Вон тут На карте электричка даже Сфотографировалась Типа платформы Какие-то А это Новая платформа Строящая сюда Уже построенная То есть Андрей Приветствую Нет, Ахмед Я там был на практике На железнодорожной Вот Ну вот опять же Мы пролетаем В обратную сторону Текстильщики Вот Я так ещё Не со всей дури Лечу Я так Потихонечку Относительно Вот А то Маневрировать Неудобно будет Вот Люблино Развязка Бывшие пути С Московской Окружной Подходят К станции Сама Непосредственно Станция Начинается Метод Аэрбаз Нравится Это офигеннейший Просто вертолёт Вообще Просто Он Потрясающе Манёвренный Очень Горят Высотный Это единственный Вертолёт Покаливший Гору Эверест По-моему Он туда Смог Забраться На эту высоту Вот Нормально Платформа Депо Собственно Горя Люблино Пролетаем Там Грузовые Парки Вот Подлетаем К перерве Вот тут Электрички Типа Стоят На карте Нарисованные Опять же Ну Да МСФС Намекает На то Что МСТС Бурьяном По Роскорф Это Просто Золотая Фраза Цитировать Можно Депо Перерва Собственно Собственные Персоны Пролетаем Вот Люблино Заканчивается Движемся К Москве Реке Тут Новострой Платформа Мостов Как всегда Нету Но это Надо Карту Москвы Ставить Чтобы Здесь Мосты Появились Вот Карту Москвы Я пока Что Не Покупал И Боюсь В ближайшее Время Ее Приобрести Не Смогу Вот Платформа Москва Гречья Подлетаем К Царицыну Царицынские пруды Надо повыше Залезть Место Очень Красиво О Царицыну Красота Так Станция В Царицыну Сама Непосредственно Вот Тут Царицынский Парк Вот Ну тут Понятно Тут Черт Из Домиков Стоит На Сам Деле Автогенерация Вот Я кстати Карту Тулу Поставил Там Тулу Будет Более Менее Кастомизировано Выполненное Вот Красивенькое Туланово Московское И так Далее Да Все Кор Пока Пока Никак Можно Было Подключиться К Paypal Но Paypal Горят Начал Банить Российские Аккаунты Я не знаю Я конечно Лично сам Не проверял Но Говорят А мы Пока Что С вами Чешем Подлетаем К Красному Смесителю Вот Вот Это у нас Чертаново Всякие Южные Северные И так Далее Там Анино Вот Станция Красный Смеситель Строитель Смеситель Ну фиг узнает, может народ просто принял перебои в работе с забавно А может кто-то пытался подключить карту из подсанкционных банков И его просто послали нафиг, сами понимаете Тут что угодно может быть Ермаков, привет Привет, что с ЖД-симулятором? С ЖД-симулятором все в порядке Сайт временно отключен Бутова 2 возвышается Бутова 1 Тут где-то платформа Бутова Сайт будет временно закрыт Понимаете, думаю, никому не надо объяснять ситуацию и обстановку Ситуация вполне себе обоснованная в данный момент Мы пытаемся сохранить наше железнодорожное сообщество, как я уже говорил И не хотим... Сейчас все на нервах Народ в напряженной Ситуация напряженная Поэтому лучше пусть будет так, чем будет глобальный конфликт, рассрач Сами понимаете Сами понимаете Ну что, какой кидалово? У тебя что, симулятора нет? Ты же его скачивал Какой кидалово? У меня... Я тоже платил, у меня он лежит и все Беру, катаюсь Вот Где тут кидалово, Ермаков? Объясни мне, пожалуйста Ты заплатил за продукт? Ты его купил, скачал, он у тебя лежит Если ты его удалил, то это твои проблемы, а не продавца, правильно? Вся... Весь остальной контент, он бесплатный, как бы, ребята Так, пролетаем в Щербинку Вот, Щербинское кольцо там было справа У нас Ну, нету, переустанавливал Архив-то тебе кто заставлял удалять? Я, вон, до сих пор версию предыдущую храню 53-ю и 54-ю Не знаю, на то, что у меня давно уже установлена 55-я Они маленькие, легкие, и каши не просят, в общем-то Вот Сэмп себе Строительство идет Мосты какие-то строят, платформа Да, Герман, давай Ну, теперь ждите, когда сайт будет заново запущен Если уж додумались удалить версию, то тогда все ждите Что можно сказать? Это форс-мажорные обстоятельства Против ситуации никто никуда не покрет, как говорят Дополнение, дополнение можно скачать частично с торрента Вот, народ их забэкапил В перфопаблике можно в ВК найти ссылку, ребята Вот, на эту тему Там выложен торрент в данный момент с пакетом дополнений 37 гигабайт Вот, так что можете Заходите в перфопаблик в ВК, там найдете эту тему Вот С дополнениями Подлетаем к городу-герою Подольску Вот Станция Подольск Да-да-да, вот, Дмитрий, правильно Я как раз про тебя и говорил, что выложен этот торрент со всем контентом Вот В перфопаблике, в группе ВК Вот Ну, почти со всем, который был Вот Который был у тебя на тот момент времени Вот Молодец, что сохранил информацию, Дмитрий, тебе респект Вот Вот РТС, конечно, будет Вот Сегодня как раз с разработчиками РТС заходил к ним, общался Вот Скоро будут какие-то новости интересные Ребята работают Вот Занимаются разработками Так что Ждем от них чего-нибудь интересненького Новенького, вкусненького от РТС А мы пока продолжаем шуровать над Курским ходом Вот Пролетели в Подольск Платформу Весеннюю и все такое дальше Берем Вот Дорога заросла лесом, видите Теперь главное не собрать деревья Вот Сибередики Сиберияerte Сиберия power ak thing to require 2,0 my four Please exped ganz your climb 2,500 feet корф но если хочешь замути зеркало сторон там тоже как бы в общем то только это замути зеркало без спонсорских маршрутов естественно пока что дмитрий ну на 320 летают все стримеры мсфс и так далее вот они фактически все каждого возьми они летают на 320 а вот на таком вертолете это между прочим бесплатное авторское дополнение довольно интересное вертолетов тут практически очень мало вот ли не летает никто кроме меня и нам-то как бы интереснее все-таки с вами не а320 потому что ночью такое а320 нам интересно посмотреть на наши железные дороги с высоты птичьего полета а320 что там летишь в небе мне это не интересно честно говоря я люблю на ручке летать без автопилотов всяких там чё встал по прямой и пили себе брюн ну взлет разворот заход там может кольцо ожидания чё там на 320 ермаков ну ты сырье 5 есть редактор такой для ртс и мы им остается в общем то можешь его взять попробовать скачать найти по-английски набираешь ты сырье 5 в поиске и найдешь львовский провели то станция львовская пролетели только что ребятам принципе насчет строительство в ртс и ну да там там это трудоемкий конечно процесс длительные кстати я очень удивился что в новом патче с новой физикой аэродинамики вертолета летать стали еще лучше чем летали до этого кстати я думал что они вообще летать нормально не будут на тут смотрю как бы они даже это летать начали более-менее приятно ветки разные железнодорожные это мы по ходу подлетаем к этой к столбовой да ребят эта станция столбовая это у нас как раз большую московское кружное кольцо с вами здесь в м.о. м.о. А вот, собственно говоря, главный ход бы мы его пошел. Мы его только что пересекли. Вертолет называется Airbus Hia 125. Это еврокоптер, так называемый. Вот, довольно такая популярная модель, особенно в Европе, в Альпах, в горах. Этот вертолет себя очень хорошо чувствует, поэтому им практически вся Австрия, вся Швейцария, спасательные службы пользуются. А, курское направление. Ну, тут автогенерация карты, объекты... Если, грубо говоря, карта не кастомная, как вот я Тулу, например, кастомную ставил. Сейчас мы в нее полетим и посмотрим. То, если карта не кастомная, то он лепит стандартные какие-то варианты объектов по своему усмотрению. Этот МСФС. По какому усмотрению, что он лупит, я не всегда понимаю, потому что иногда за место поезда можно увидеть домик. Понимаешь? Или, например, за место чего-то там. Ну, в общем, понятно, да? Вот. Вот. Да, там столбовая она, да, и станция сама по всей не крупной, но развязка там приличная. А все развязки на БМО большие корни. Вот. Подлетаем, ребята, с вами к городу Чехов. Вот. Лужа, болото какое-то вот под ногами. То есть под крылом вертолета. Под пропеллером вертолета. Вот. Чехов. Чехов. Вон тут какой-то круглый дом. А так мы над Нарой не полетим. Корф, мы же это... Мы же в сторону Тулы, нахрен, на Нарах. Там 4 traffic is 8 o'clock 4 miles at 1,200 feet, generic. Report them in sight. Из Авиантры 07 traffic is 10 o'clock 4 miles at 1,800 feet, generic. Report them in sight. Generic 1-9 or 6 climb and maintain 2,700 feet, 178. Из Авиантры 07 police expedite your climb 2,900 feet. речка речку речку речь вот опять же железная дорога полу заросшая так ребята не забываем авиаэкскурсия дату у нас сегодня вы всегда можете поддержать канал ссылочка под видео в описании трансляции на модах на которых мы летаем ссылки на них вы тоже можете найти под видео в описании трансляции ну да где-то так идем дмитрий я особо в принципе для него это нормальная скорость крейсерская примерно была бы реализована я бы просто повыше прошел а так-то пофигу ёшкинку нет ну как опоры мы реализованы в них даже можно врезаться проводов нету как видите леса 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 вообще леса кругом леса лесистые мест «Станлин-875» Продолжение следует... 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 оба что-то у нас случилось на паузе а ну-ка походу я повис да 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 я повис хорошо что из-за грани вышел так ребят дайте все таки сделаем перекур и полетим и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 но на московском втулу входит ну да, он долго зависать не может ну на паузе пофигу на паузе он может висеть сколько угодно как сказать долго зависать не может я прекрасно видел как на нем парень краном работал по сути своей подъемной ну не то чтобы очень долго зависал но так для поднять груз там переставить его, переложить достаточно а, Ми-8, или ты про Ми-8 говоришь долго зависать не может но Ми-8 тут, к сожалению, нет а было бы здорово, если бы был было бы прикольно может когда-нибудь кто-нибудь займется разработкой Ми-8 маршрут втулу есть но он пока что не в релизе потому как пока что находится в режиме доработки и длительного тестирования а пока когда его доделать, я не знаю продолжаем двигаться в сторону Тулы а пока что не встал На, давай, Роман, заходи еще Субтитры сделал DimaTorzok А, Корф, понятно Ну, видишь, особенность технической машины Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Кстати, 125-х нету Корф У ваших ребят, вертолетчиков Потому что, я знаю, обычно в горах часто используют Не знаю, наши используют или нет, но вот в Швейцарии, например, в Австрии это очень популярная машина Особенно для спасателей, особенно для спасателей и для всех вот этих вот Дима Торзок Александр Судов, привет, Александр Судов, привет! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Александр Судов, а ты ко мне на трансляцию позавчера во вторник заходил или нет? Вот Если не заходил, то зайди и посмотри, там сохраненные сообщения Так, начинается прогрузка новомосковского участка Вот, немножечко подлагивает Кастомная карта включается Илья Шапурин Когда будут работать сайты форума, я не знаю Когда РТС Подумаем Я думаю, что довольно скоро Будет РТС И вот, что там вроде как новинки обещали В РТСе Мы тут по веткам летаем, прямо тут, по деревьям Офигевший вертолетчик, блин Ну, если ты заходил, то видел закрепленное сообщение Вот Или ты его даже не читал Достаточно Их 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 но плохо что не обращал внимание такие вещи надо обращать внимание подлетаем к станции ясногорск ребята и 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 вот я в общем то не все капли видны и но робинсона наиболее так сказать показательное александр привет александр откуда можно брать с маршрут и сценарий дмитрий сделал в по в первом паблике сборку парень всего чего у него было вот позади симулятору и на торрент выложил так как пока контент брать неоткуда в первом паблике в вк заходим можете там ссылочку на торрент взять и качать вот как по контенту сборочка сергей я летаю на сайте кибер его да и только на нем летаю у меня отдельно педали отдельно джойстик игорь новицкий ну посмотрим а чё есть идея устроить маленькие землетрясения в туле можем устроить александр ну посмотри внимательно там не сейчас уже это сообщение в ниже ушло у него в перфа паблике лежит там чуть ниже там третье или четвертое сообщение вчера был или уже 5 не знаю смотрите александр реванди но а кстати у этого вертолета и вот у него как раз есть скину с этим медицинские вот тут как бы на носилке лежат вместе сиденья вот да александр в сторону тула летим ешкин кот да я летаю с педалями с тракером с жойстиком кто не пил тот не верпил вот в л-2 без в л-2 битва за сталинград без педали вообще считаю делать нечего вот поэтому я летаю с педалями и их именно для этого и тогда тогда и тогда и завел как бы себе педали вот так как я в л-2 в общем то не играю ну чё ж если педали есть что им простаивать пусть работают игорь навески ну не знаю насколько не очень с посадкой но горю если хотите можем это сделать в туле маленькой из-за вылетрясения я не против а а между прочим у нее этот обтекатель работает когда по ней дополнительный стабилизатор коров робинсона вот говорят очень неплохо на аэродинамики сказывается вот а высокий вал почему он такой высокий чтобы обеспечить вертолету удобный подход людей при работающем винте как же эти туда приземлюсь там же по идее контактная сеть Да рано или поздно, ешкин кот, все эти военные симуляторы, они надоедают на самом деле, потому что он пипец дорогой, этот тыл, к нему дополнение купить, вот мы на подходе к Туле находимся, он тут стоит. Вон тут стелла красивая такая, сюда идет. Вот тут где-то Кремль Тулы есть, но я его найти в прошлый раз не нашел, сейчас попробую с вами найти Кремль Тулы. Вот аэропорт, мы туда будем приземляться, вот. А пока что летим в Тулу. Угу. Угу. Притуливаемся, вот, притуляемся. Да, Александр нашел, да? Ну хорошо. Вон, пошла железка на Ефремов, вот в ту сторону, ребята. Вот. Вон она. А мы втуливаемся, вот. Прям надо будет еще как-нибудь отсюда на Ефремов слетать. Мосты Тула, тут уже видите, Тула кастомная, мостики нормальные сделали, станция, бочечки стоят, тут вон платформы есть. Вокзал Тула, тульские домики, вот. Вон туда, если лететь, это на Орел лететь, как раз. Дайте с вами попробуем найти, где-то тут должен быть Тульский Кремль. Я, правда, фиг его знает где, но где-то должен быть. Да, какой-то парк в Туле. Колесо обозрения тульское. Он стадион тульский. Да, залетаем к Косте в окно прям. Арена Арсенал, какая-то тут написана Арсенал на ней. Ребят, кто знает Тулу, подскажите, где тульский Кремль, а? Вот здесь где-то должен быть, а где, я не знаю. Арена Арсенал. Тут какие-то новостройки струют, вот, красивые. Вот остров, как раз, кстати, вот. Вот еще одно красивое колесо оборзения в Туле. Вот остров. А, вот Тульский Кремль, ребята, вот, вот, да, оружейный завод, а вот Тульский Кремль. Вот, нашел. Красиво. Старая часть города Тулы еще начинается, чувствуется, видно. Заводы, фабрики, все такое. Да, все, Корфу уже нашли. Сейчас мы разворачиваемся в обратную сторону, еще раз пройдем над этим местом. Вот. Вот, оружейный завод, знаменитый Тульский храм, вот, вот этот, можно сказать, центр города. Пряники, самовары, да, оружие, все. Вот, знаменитые охотничьи ружья, все сделается здесь. А вот Тульский Кремль, который я искал, наконец я его нашел. Илья Шапурин. Еще раз показать Кремль. Ну вот, Андрей, мы только что над ним пролетели. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну тут вот, площадь прогулочная территория. Вон площадь, наверное, Тулу, ты про нее говоришь, вот она. Вот такая вот классная, кастомная карта Тулы. Жалко бы, сейчас еще, блин, зашел бы Костик. Можно было бы к нему в гости слетать тогда. Какую сторону речка течет, знаешь, честно говоря, я не знаю. Вот чем мне нравится вертолет, он позволяет крутиться на пятачке практически, кстати. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Классического магнитного компаса на этой машине нету! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Орел, орел, орел. А тут есть аэродром на Орле. Орел Южный называется. Ну да, поближе Сейчас слетаем Только покурим, ребят Сейчас слетаем Только покурим Илья, дела замечательные Да, я на базу сел Правильно, как-то база ДКС Вол ДКС хорошая игру Очень хорошая Единственное, дополнения дорогие А так, конечно, игра хорошая Провник Слав ДКС отличная игру Единственное, дополнения дорогие Так, все, ребята, перекуриваем Потом полетим в Орел Будем говорить Я Белый Орел, знаете Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кость, мы сейчас вроде как решили лететь в Орел Сейчас вдоль же на железку выйдем, полетим в Орел Делайте, я Белый Орел Вот, станция Тула А Белый дом это у вас называется, понятно Ну и все, ложимся на курс в Орел По тополям Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, забудьте, ребята Субтитры создавал DimaTorzok Ну я знаю, что он там по дефолту идет Ну а толку-то, что на дефолтном летать интересно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Run-8, Run-8-то работает, че Субтитры создавал DimaTorzok Так, не боитесь, это я не с вертолета выпал Это я чашку с чаем на пульт поставил Вот Вот это станция Ясная Поляна Кость Сейчас мы уже к Щекину подлетаем вообще Вроде как А это Казначеевка Ясно Проксима, привет! Да, мы уже летим с Тулу на Орел Типа я Белый Орел Я лечу в Орел Сейчас мы пролетаем с Щекина А в Новомосковск не летали Никто не заказывал Вот Вот Потом Может как-нибудь можем в Новомосковск слетать Он тут в общем-то построен вместе с Тулой Модом Модовая карта Тулой Новомосковска Установлена Щекина за Щекина Щекина за Щекина Этим Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok С клавиатурой летать в MSFS практически нереально, ребята Я летаю Joy, плюс педали, плюс обзор Ну, можно обойтись одним Joy без педали, в общем Вполне себе Но мне просто, коли уж есть педали, надо использовать по принципу Правильно? Продолжение следует... Кость, что за платформу пролетаем? Нет, в Новомосковск не летали Я же говорю Летали только до Тулы Дорогу на Советск пролетели, ясно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, я бы в ДКС с удовольствием полетал, мне нравятся там вертолетики классные Я вообще люблю вертолеты, что-то в последнее время Я, конечно, самолеты тоже люблю некоторые Если там старенькую Cessna, нашего мод в MSFS, прикольная такая Она там такая раритетная Классная Классная Еще станция какая-то А, Лазаревская, да Лазарева Вот, пролетаем Очень извилистые дороги, да Поля и лесополосы А тут рельеф такой Тут на подъем, по-моему, кость идет же приличный такой И тут, видимо, петляет в гору Тут профиль, я думаю, тяжелый довольно Вот Судя по всему Ну, это как обычный MSFS Железная дорога заросла лесом нахрен Если от Горбачева на восток разобранная ЖД ветка А куда эта ветка вела Интересно Сейчас бывшая станция Сумарково Ясно Ликвидированная Ликвидированная Между прочим, ширина лесополосы примерно как у нас в ЖД симуляторе получается обычно при строительстве Вот А, на Сухинича Ясно А что ее разобрали за ненадобностью? В Гирейл и Валия, ну, я не знаю, мне он что-то не очень зашел Я все-таки предпочитаю ездить по реалистичным маршрутам, но там как бы так Симулятор ППЖТ, ну, не знаю, как-то такой То еще развлечение Хотя, в принципе, сам все проект Дирейл Вали крайне интересный Я не могу ничего сказать об исполнении Исполнение там отличное Но Как-то вот Разворовали Ахмед Ахмед, полет нормальный Два часа десять минут полет нормальный Летим в Орел Кстати, тут рельеф местности, конечно, классный Холмы такие, блин, прям здорово А, ветка с того не нужна Ну, это Понятно, Проксима Грузоперевозки, так сказать, пропали и все И, в общем, не актуально Как-то оно Орел знаете прикольчик такой а че это за станция у нас кстати а это город плавск стать его плавской да это я уже узнаю места я здесь на электричке симуляторе катался в релворксе да вот выход с плавской подъем речка все прям узнается тут типа переезд он там домик до плавский переезд она сама заводик тут веточка небольшая на заводе пути да вот она веточка а а река плава а 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 Вот, шуточка такая. Если вам кажется, что вертолет вам помахал крыльями, либо мимо вас пролетал Ми-6, либо вам пора в дурдом, правильно? Артем Иванов, приветствую. Когда можно будет купить ЖД-симулятор? Ну, теперь я не знаю уже, когда можно будет купить ЖД-симулятор. Но когда вся эта медвежуть закончится, я думаю, что можно будет купить ЖД-симулятор, потому что сайт отключен временно. Вау, платформа Молочные дворы, да, есть такая, помню. О, еще одна платформочка. Это, по-моему, какой-то там километр. Не помню точно какой. Продолжение следует... Классный прямой участок. О, дорога. Подлетаем к Горбачеву. А бывшая станция Самозвановка, понятно. Ну, вот сейчас мы, как раз, к Горбачеву подлетаем. Ага, ну, оно самое, Горбачеву. Кресспарк, вот он. Пролетаем Горбачеву. Крессhanк. Кресспарк. Кресспарк. Ага. Освеченном компания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжения следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Платформа и вокруг никакой деревни, ничего, глухие места такие вообще. Тут, наверное, до любого поселка, тут километров чёрт знает сколько пешком топся. Километра два-три минимум. Ну да, стулы, они же не только на московское направление, они же ещё как раз на Скуратово, на Орёл. Продолжение следует... О, деревня какая-то крупная относительно. Да чернивы ездили, ясно. Добавил субтитры, ясно. Добавил субтитры, ясно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Никаких капотов впереди не мешает Если, например, вот такие стримы обзорные Пролететь вдоль железной дороги Или над каким-нибудь городом полетать на вертолете Это же оно удобнее Зрелищнее, так скажем, получается Нет, бронепоезд нету Бронепоез не видно там Стоит он там или нет Бронепоез не видно там Бронепоез не видно там Бронепоез не видно там Броненько ну ты его даже смог разглядеть почему понятно я просто больше внимания платформе уделял а Че, Ахмед, ветер за окном, ясно? О, это тоже известнейшее место с переездиком такое. Платформа крупная, ну, Кость, напомни, как платформа называет. А Ту-134 с кабины штурмана, ну да, это будет слишком тонн быстро. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. ДimaTorzok. DimaTorzok. DimaTorzok. Река Уценка. Река Уценка. На самом деле здесь есть дирижабль, моделька. В общем-то, но она убогая, проще скажем. Здесь есть дирижабль, я на сайтах видел. Но он так себе никакой. Да и летает оно медленно. Река Уценка. 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 интересно кстати они через атлантику там летали на этом дирижабле прикольно как они там летали там них наверно купы были типа там поспать все такое пусть нет сваря откуда вылетать вот хотя я не помню я не знаю сколько они там летали но интересно на самом деле вот вот Кость, так мы же это, не приземлимся потом, мы же весь балласт выпьем, а потом выссом, а ты говоришь больше пива, и все, и как же мы без балласта приземляться будем? Субтитры делал DimaTorzok А ты прикинь, Кость, если бы у них дирижабль на пиве летал, было бы прикольно, типа Взлетели на дирижабле, долететь никуда не могут, топливо раньше кончается, видишь? Не купе, а каюта у Круза Корфуга Неплохо они там устроились От 75 до 108 часов Ну, прилично летели А, используют как крыло при эвакуации с дирижабля? Кость, ты про это что ли? Кстати, дирижабль-то был клевый, блин, жалко, что он угробился, конечно Да, Илья, давай, спокойной ночи Ну, 135 километров в час, это очень неплохая скорость Тогда не все самолеты с такой скоростью летали, а он нормально так, прилично летал Для тех, тогдашних времен, это вполне себе нормальная скорость полета ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, Кость, бывало такое, к сожалению Ну, авираторы ранней поры и авиации, это вообще люди рисковые на самом деле Так, посмотреть, на чем они пытались летать И, в общем, сколько энтузиазма было, это, знаете, ребята Просто местами жесть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А Ёшкин кот у вас в городе, это где, 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 где был такой причал для дирижаблей прикольный? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну да, от погоды они зависят, конечно Любая авиация в какой степени зависит от погоды Ну, это уж вполне естественно О, электричка, походу, тут отпечаталась ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы что, до стального коня долетели? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Походу, да Да, остальной конь Сейчас уж скоро в Орле будем, ребят Совсем чуть осталось В Екатеринбурге А что, в Екатеринбурге еще дирижабли летали? Ну, ни хрена себе новости Я и не слышал, что такого, честно Нифига Нифига себе Вот это поворот Хотя были там у нас какие-то там дирижабли Там Агит какие-то дирижабли Что-то в 30-х годах было такое движение Я что-то вспоминаю Но как-то, в общем, вроде бы Ему не особо внимания уделяют Почему-то в истории авиации Поэтому про него очень мало информации В коем случае мне попадалось Ну, и с другой стороны Я, в общем-то, не очень сильно Этим делом интересовался Может быть, даже зря Ну, вот, можно сказать Я Белый Орел Все, мы в Орел Прилетели Вот Теперь надо на аэродром Зарулить Ну, да, грузовой парк Орла Который Деревья Деревьями зарос Тут депо где-то должно быть Сам Орел Ну, Орла нету Здания нормальных Тут так, имитация Какая-то непонятная А вот это депо Вот оно Так, а нам куда-то туда Надо поворачивать На аэродром Аэродром где-то там Остановка где-то тут Будет где-то там Похоже Орла Аэродром Депо Орла Помог Taco Депо 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...